Кремль охватила золотая лихорадка Экономика Экономический кризис 20 февраля 8-8 Кремля охватила золотая лихорадка Спасут ли Россию рекордные запасы Желтого металла Андрей Полунин Комментарии в просмотрах 9925 Фото, Донат Сорокин ТАСС материал комментируют Андрей Бунич Россия ударными темпами копит золото на черный день Это следует из информации про Бирной палаты По ее данными, РФ за год сократила экспорт золота в 3,3 раза с 56,6 тонн 1,82 миллиона унций до 17,5 тонн 548 вопросительный знак 083 унций Таким образом, в 2018 году на экспорт ушло всего 5,4% произведенного в стране золота Одновременно афинажные заводы нарастили производство золота на 2,45% до 314,42 тонн 10,1 миллиона унций Заметим, запасы золота наращивает не одна Россия 1 февраля Всемирный совет по золоту World Gold Council Созданный в 1987 году основными производителями золота в мире международная организация опубликовал исследования по мировому производству и потреблению желтого металла по итогам 2018 года Согласно данным WGC Потребление золота выросло за минувший год на 4% до 4,35 тысячи тонн максимума с 2016 года При этом темпы роста стали максимальными за последние 7 лет Как и в 2011 году основной причиной повышения мирового потребления золота стал спрос со стороны центробанков По данным WGC Загортон вырос на 74% до 651,5 тонны Второй максимальный годовой показатель за всю историю наблюдений Больше центральные банки купили золота только 1971 году отмечается в обзоре WGC Читайте также Запад нагрел Кремль на доллар 6,3 миллиарда как сильно санкции тормозят экономику РФ Напомним Почти полвека назад президент США Ричард Никсон отменил привязку курса доллара к золоту что вынудило центральные банки скупать металл Однако тогда стоимость золота составляла доллар 35 за тройскую унцию а сейчас оно котируется по доллар 1320 за унцию По данным WGC Крупнейшим потребителем золота остается Банк России По итогам года он приобрел более 274 тонн металла доведя его объем до 2133 тонн пятое место по резервам в мире на первом США с 8000 тонн Тем самым ЦБ профинансировал почти весь общий объем продаж своего портфеля казначейских обязательств США отмечается в отчете WGC На втором месте по темпам роста оказался ЦБ Турции нарастивший за 12 месяцев золотые запасы на 51,5 тонны значительно пополнили запасы желтого металла Казахстан более 50 тонн и Польша более 25 тонн По мнению Bloomberg риски торговой войны между США и Китаем вынуждают активно наращивать вложения в металл не только ЦБ, но и профессиональных инвесторов По данным агентства с начала года активы биржевых фондов инвестирующих в золото выросли на 52 тонны до 2,26 тысячи тонн максимума с апреля 2013 года По мнению ряда аналитиков цены на золото находятся на начальном этапе долгосрочного восстановления Спрос на активы тихой гавани считают они растет на фоне повышения рисков торможения мировой экономики и ускорения инфляции в начале следующего десятилетия Что до России не раз высказывалась версия Кремль намерен не просто накопить золото в резервах но и использовать его в качестве альтернативы доллару во внешней торговле если страну загонят в угол Спасет ли нашу страну золотой запас Я скептически отношусь к идее что золото будет дорожать отмечает президент союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич В стратегической перспективе с появлением новых технологических финансовых платформ и новых систем расчетов золото будет только дешеветь да и сейчас имеет смысл держать в золоте только часть резервов страны Да, Россия увеличила долю резервов в золоте поскольку другие инструменты могут оказаться токсичными Но продвигаться на этом направлении дальше определенного предела явно не стоит О возможных рисках я считаю может свидетельствовать как раз факт сокращения нами экспорта золота Возможно сейчас рынок золота перенасыщен и на нем не так просто продать желтый металл цена, замечу, сразу же начинает падать если становится известно что кто-то скопил много золота и собирается продавать его большими партиями СП золото можно считать тихой гаванью безопасным активом Там, кто считает золото надежным активом нужно вспомнить историю Практически все 1970-е золото резко росло в цене в связи с энергетическим кризисом а также стафляцией в США и других западных странах то есть в ситуации когда экономический спад и депрессивное состояние экономики сочетаются с ростом цен инфляции аналитики призывали скупать желтый металл и многие так и поступили но уже весной 1982 года цена золота упала до доллар 300 из-за перехода ФРС под руководством Пола Волкера к политике дорогих денег И затем в течение более 20 лет до 2005 года золото находилось в диапазоне доллар 300 вопросительный знак 400 периодически заваливаясь даже ниже доллар 300 Можно себе представить сколько потеряли инвесторы скупившие золото на пике конца 1970-х по доллар 800 или даже при первом спаде до дна в доллар 500 в начале 1980-х Вот такой оказался безопасный актив особенно с учетом инфляции за 25 лет В золоте есть и другой риск Непонятно, как устанавливается цена на этот актив Она еще менее транспарантна, чем цена на нефть и другие сырьевые активы Все эти другие активы пусть не напрямую привязаны к производственному циклу А вот золото с производственным циклом вообще никак не связано Фактически, речь идет о том, что контролируемая Ротшильдами лондонская биржа может в любой момент установить такой курс золота какой вздумается Просто потому, что она владеет информацией сколько у кого золота и кто его собирается продавать а кто покупать Собственно, основных держателей золота нельзя даже назвать участниками рынка Они, с финансовой точки зрения являются участниками постоянного картельного сговора В мире, замечу, накоплено довольно много золота до 200 тысяч тонн Из них 100 тысяч тонн это ювелирные изделия 30 в опросительный знак 40 тысяч тонн на руках инвесторов Но промышленности ежегодно требуется мизер из этого количества от 100 до 200 тонн Причем даже это золото можно, при необходимости, заменить При этом добыча золота идет своим чередом Ежегодно добывается 3000 тонн металла в десятки раз больше, чем требуется для технологических нужд Получается, золото добывают, чтобы страны покупали его для страховки Но определить стоимость такой страховки, которая не подкреплена экономической целесообразностью, практически невозможно Читайте так же Качаем нефть, как арабские шейхи, а живем хуже Гондураса Российская экономика, не считая упадок при несметных богатствах СП, но Россия собирается страховаться от рисков именно золотом Это оправданный шаг Нам нужно учитывать опыт Венесуэлы 1 ноября 2018 года Дональд Трамп распорядился ввести санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом Администрация США заявила, что намерена помешать властям латиноамериканской страны расхищать богатство Венесуэлы в своих коррумпированных целях и наносить ущерб инфраструктуре Венесуэлы и экологии страны путем безхозяйственного управления Это значит, США и ЕС ничего не стоит при необходимости ввести аналогичный запрет на операции России с золотым запасом Возможно, по этой причине Китай не наращивает золотой запас так же активно, как Россия Золото в структуре резервов КНР составляет не более 2%, в то время как у РФ 20% По сути, мы попадаем в зависимость уже от золотого рынка, который не нами управляется Да, в критической ситуации можно рассчитаться золотом по бартиру с какими-то поставщиками Причем главное в этом случае иметь золото на своей территории Я не уверен, что все наши золото хранятся в России Но и в этом случае, если большая партия золота окажется в обороте, цена на него может упасть Не случайно все операции на золотом рынке происходят тайно, незаметно и очень постепенно Учитывая сказанное, надежда, что мы скупим все золото, и будем сидеть на нем, припеваючи это иллюзия Новости экономики Эксперт пояснил, почему должны дорожать продукты